здравствуйте ребята сайонаре сегодня побываем стране которые называют очень странно страна наоборот и для этого есть все основания в этой удивительной стране пальто подает женщина руль в машине с правой стороны здесь пишут сверху вниз едят палочками спят на полу а белый цвет является траурным так что же это за страна япония японская империя государство существовавшие с 3 января 1868 года по май 1947 года политическом смысле началом японской империи можно считать возвращение власти императору 9 ноября 1867 года до капитуляции сентября 1945 года таким образом в истории японской империи можно выделить следующие периоды эпоху мэйдзи период тайсё и 1 21 год периода сёва при императоре хирухито когда молодой муцухито стал императором он избрал путь под названием мэйдзи что означает просвещенное правление за время правления императора майдзи страна восходящего солнца из аграрной страны превратилась в мощную державу улучшилась система образования развивалась торговля с европой и америка создавались новая армия и флот по немецкому и британскому образцам этот период ознаменовался отказом японии от самоизоляции и становлением ее как мировой державы японская империя делилась на две части внутренние земли и внешние земли к внешним землям относились корея тайвань острова полученные японии по южному техоокеанскому мандату современная япония занимает 60 место по площади среди государств мира япония страна архипелаг расположена на четырех крупных и почти четырех тысячах мелких островов образное название страна восходящего солнца обрело из-за крайнего положения на востоке азии государство расположено в тихом океане к востоку от японского моря китая северной и южной кореи россии занимает территорию от охотского моря на севере до восточно китайского моря и тайваня на юге страны япония большей частью покрыта возвышенностями низкими средневысотными горами страна испытывает частые землетрясения так как близ островов проходит граница двух гигантских тектонических плит тихоокеанской и азиатской разрушительные землетрясения вызывают цунами и мощная волна сносит все на своем пути япония не богата полезными ископаемыми имеются лишь большие запасы каменного угля а также добываются незначительное количество руды цветных металлов каменная соль реки японии многочисленные но не протяженные большинство рек бурные горные потоки источники гидроэнергетики и воды для ирригации крупнейшими из них являются синано тонны китоками и исиками на реках бассейна японского моря отмечается зимние весенние половодья на реках бассейна тихого океана летние периодически бывают наводнения особенно в результате тайфунов озера многочисленные и разнообразные по происхождению тектонические вулканические и лагунные крупнейшее озеро бива япония относится к температурной зоне с четырьмя отличающимися сезонами климат колеблется от низких температур на севере до субтропических на юге на климат влияют сезонные ветра которые дуют с континента зимой и в обратном направлении летом по количеству осадков япония занимает одно из первых мест в мире японию условно можно разделить на 6 климатических зон тем не менее 4 времени года четко различимы как вам известно столица японии токио вся территория япония делится на 47 административных единиц высшего уровня префектур они в свою очередь подразделяются на округа и уезды жители страны восходящего солнца видят национальный символ журавле танку на его голове красное пятнышко как на флаге страны согласно легенде традиция этого флага берет начало в 13 веке со времени монгольского вторжения в японию флаг был предложен буддийскими монахами японскому императору которого считали потомком богини солнца официального герба в японии нет императорская печать иногда используется в качестве государственного герба согласно конституции вступивший в силу 3 мая 1947 года император японии также является символом государства и единства народа император аки хи то император все государственные назначения и решения производит по представлению кабинета министров который и несет за них ответственность считается что японская династия императоров является самой старой из всех правящих сегодня династии мира на дипломатических встречах император играет роль главы государства 2019 году впервые за 200 лет японский император аки хи то отрекся от престола передав трон старшему сыну нару хи то высшим органом государственной власти и единственным законодательным органом японии является парламент он состоит из двух палат палаты советников являющийся верхней палатой и нижней палаты представителей согласно конституции парламент обладает всей полнотой законодательной власти и имеет исключительное право распоряжаться финансами основными участниками японской политической жизни которые определяют стратегию и тактику развития страны являются две политические партии социал либеральная демократическая партия и либерально-демократическая партия правительство высший орган исполнительной власти его возглавляет премьер-министр японии на эту должность назначается императором по представлению парламента один из его членов судебная система японии состоит из четырех уровней верховного суда апелляционных основных и дисциплинарных судов верховный суд подобно конституционным судам других странах имеет полномочия отмены правовых норм на основании их не конституционности членов верховного суда назначает император по представлению правительства остальные судьи назначаются кабинетов министров по представлению верховного суда в 2020 году отмечается сотая годовщина первой переписи населения японии по численности населения япония входит в первую десятку стран мира однако за последние десятилетия характер естественного движения населения резко изменился япония стала первым государством азии перешедшим от второго к первому типу его воспроизводства крупной проблемой для японии стало быстро увеличение доли лиц старше 65 лет продолжительной жизни в этой стране одна из самых высоких мире по прогнозам статистов примерно половина населения в 2050 году будет старше 60 лет то есть количество пожилых будет превышать количество работоспособных людей которые будут способны обеспечивать себя и тех кто находится на пенсии им придется выполнять двойную работу чтобы поддерживать общество к 2100 году средняя продолжительность жизни населения японии может составить около 94 лет население японии отличается расовой национальной и языковой однородностью более 99 процентов составляют японцы только один процент жителей государства составляют представители корейской диаспоры и рабочие из азии что касается американцев и европейцев то они проживают японии но на непостоянной основе настоящее время подавляющее большинство населения японии официально считается последователями синтаизма который считается национальной японской религией в основе синтаизма почитание предков и культ природы из китая пришел буддизм традиционно большинство японцев исповедуют одновременно синтаизм и буддизм в то же время отношение большинства японцев к религии проявляется преимущество на внешнем уровне прежде всего как к части традиция япония достаточно густонаселенная страна уровень урбанизации впечатляет 80 процентов жителей проживают городах большая часть людей занята в сфере услуг только 13 процентов работают в промышленности и 20 в аграрном секторе трудовые ресурсы характеризуются достаточно высоким уровнем квалификации в японии числится 655 больших городов из них 11 с населением больше миллиона агломерации которые локализованы на тихоокеанском побережье сливаются в единый мегаполис такайдо япония высокоразвитая постиндустриальная фублин и постиндустриальная япония высокоразвитая постиндустриальное государство занимает второе место в мире по экономической силе хозяйство объединяет высокоинтенсивное производство и производственную сферу для него характерна высокоразвитая промышленность но ведущей сферой является не производственный сектор сфера услуг и финансы страна входит двадцатку самых крупных экономик в мире стоит отметить что экономика страны испытала и взлеты и падения но существуют факторы которые позволяют поддерживать высокие темпы развития экономики страны среди них неизменный научный подход современное оборудование увеличение экспорта капитала качество продукции на мировом рынке по размеру ввп занимает третье место в мире после сша и китая денежная единица японская иена была официально принята в качестве основной единицы в результате денежной реформы в 1871 году япония бедна природными ресурсами и импортирует сырье для большинства отраслей промышленности одна из них электроэнергетика в структуре сырьевой базы лидирует нефть растет доля природного газа гидроэнергетики и атомной энергетики сокращается доля угля активно ведутся разработки альтернативных источников энергии ветра термальных источников по развитию атомной энергетики япония уступает только сша и франция для японии атомная энергетика важный экономический ресурс однако после катастрофы на аэс фукусима 1 11 марта 2011 года правительство наложило запрет на использование атомной энергии в результате сильнейшего в истории японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла крупная радиационная авария лишь последние годы при условии соблюдения стандартов безопасности были запущены 5 энергоблоков четыре блока ожидают разрешения на пуск от местных властей первичному сектору экономики относится сельское хозяйство в отрасли занято 6,5 процента населения основная отрасль рисоводство около половины всей пашни страны предназначенной для выращивания растений отведено под рис начале 21 века доходы от выращивания риса составили 23 процента отволовой продукции сельского хозяйства японии для сельского хозяйства японии характерно мелкое землепользование фермерского типа сельское хозяйство обеспечивает 75 процентов потребности населения продовольственных товаров для отраслей животноводства значительная часть кормов импортируются основные отрасли скотоводства свиноводства и птицеводства рыболовство и переработка морепродуктов является традиционной отраслью хозяйства японцев прибрежные воды японского архипелага богаты рыбой съедобными водорослями и другими морскими ресурсами однако из-за аварии на соседней фукусимской аэс в 2011 году вылов рыбы и морепродуктов в этом ареале был временно остановлен на сегодняшний день япония является мировым лидером по импорту рыбы и морепродуктов она ввозит 20 процентов всей рыбы мира экспортируемой другими странами объемы японского импорта рыбы и морепродуктов начали расти после установления международных ограничений относительно территориальных вод и исключительных экономических зон в японии развито промышленное выращивание моллюсков ежегодно япония производит порядка 20 тонн культивированного жемчуга то есть выращенного на фермах вторичному сектору экономики относятся промышленность выделяют три крупных промышленных районов основные отрасли автомобилестроение судостроение электротехническое строение роботостроение химическая и нефтехимическая промышленность а также черная цветная металлургия черная и цветная металлургия базируется в основном на импортном сырье по объему выплавки стали страна занимает первое место в мире доля японии на мировом рынке черной металлургии 23 процента цветной металлургии вследствие вредного влияния на окружающую среду сокращается первичная выплавка цветных металлов внедряются ресурсосберегающие технологии возрастает значение производств по переработке вторичного сырья машиностроение дает 40 процентов продукции промышленного производства автомобилестроение одна из основных отраслей промышленности которая обеспечила стремительное развитие японской экономики во второй половине двадцатого века автомобильная продукция является одной из главных статей японского экспорта япония прочно занимает первое место в мире посудостроению эта отрасль является традиционной отраслью производства для японии на протяжении многих веков авиастроительная промышленность японии зародилась после первой мировой войны и поначалу во многом опиралась на идеи и разработки заимствованные за рубежом после поражения войне стране только в 1952 году было разрешено восстановить производство запасных частей и осуществлять ремонт американских самолетов и вертолетов участвующих войне в корее а затем и во вьетнаме последнее время все больше развивается гражданское авиастроение несмотря на то что химическая промышленность работает на привозном сырье по уровню развития отрасль занимает одно из первых мест в мире имеется широкий спектр продукции экспорта мирового качества в японии также развиты деревообрабатывающая целлюлозно-бумажная легкая и пищевая промышленность исключительно велик удельный вес страны в мировом выпуске радиоэлектронной и электротехнической промышленности частью национальной экономической стратегии является и развитие робототехники роботы повышают эффективность производства популярность набирают роботы предоставляющие услуги по бытовому уходу и медицинскому обслуживанию в японии развиты все виды транспорта за исключением речного и трубопроводного страна обладает современной эффективной транспортной системой государство вкладывает большие средства на развитие дорожной системы железная дорога является массовым и высокоскоростным междугородним а также пригородным транспортом для пассажиров ежедневно совершающим поездки в мегаполисы весьма популярны в японии метрополитены связывающие мегаполисы и железные дороги актуальной для японии остается проблема сообщения между островами действуют постоянные паромные переправы и регулярные морские линии паромы связывают между собой четыре главных острова а также меньшие острова и хотя количество прибрежных паромов на основных островах сократилось из-за увеличения строительства мостов и скоростных автомагистралей часть из них еще действуют япония поддерживает внешне экономические связи со странами мира ведущее место занимает внешняя торговля на промышленные товары приходится 98 процентов экспорта развиты также вывоз капитала производственные научно-технические и другие связи япония поддерживает близкие экономические и военные отношения с сша участвует международных отношениях и улучшает связи с важными для нее партнерами по всему миру их основой служит договор о взаимодействии и безопасности особенностью внешней политики японии является ее стремление лидировать мире и в гуманитарной сфере выделяя на эти цели немалые средства запущенная в середине 1950-х годов космическая программа добилась множества успехов под космическая программа японии понимается совокупность всех гражданских и военных инициатив в космическом пространстве это провозгласила японию четвертая по объему космической деятельности державой в 2001 году первый кабинет каидзуми инициировал обширную реформу государственного сектора в результате объединения ряда министерств 1 октября 2003 года было создано агентство аэрокосмических исследований агентство активно сотрудничает с космическими державами в космических проектах 12 японских астронавтов побывала в космосе в зависимости от периода развития страны менялась экологическая обстановка в японии на состояние окружающей среды и жизнь населения оказывают влияние и внешние факторы большие разрушения постигшие страну в ходе второй мировой войны поставили государство на грань выживания на территории японских городов хиросимы и нагасаки произошли взрывы ядерных бомб определившие радиационное заражение данных местностей однако сегодня япония с ее значительным технологическим развитием и индустриализацией является одной из самых экологичных стран мира япония начала серьезно заниматься проблемами загрязнения в конце 60-х начале 70-х годов нельзя не упомянуть известные мусорные острова японии их строят из отходов которые не поддаются переработки сейчас существует 7 крупных искусственных островов известный остров алисима был создан специально для размещения на нем металлургического комбината на острове юмэна симе разбит великолепный парк построены музеи теплицы и стадион кроме того страна движется к созданию идеального экогорода так в 2014 году был официально открыт умный город фудзи сава это город будущего инфраструктура которого преимущественно работает на источниках альтернативной энергетики сто процентов безопасных для окружающей среды население японии соблюдает огромное количество традиций и ритуалов японцы здороваются не пожатием руки а легким поклоном при разговоре жители страны восходящего солнца начинают речь с извинения всегда улыбаются японский язык важная составляющая японской культуры он считается одним из самых сложных для изучения в семнадцатом веке сложился один из наиболее известных видов японского традиционного театра кабуки актеры этого театра были исключительно мужчины лица которых были сложным образом загримированы в японии можно встретить два типа одежды традиционную вофуку и более простую повседневную по европейскому образцу в гардеробе японских женщин обязательно имеются традиционные элементы одежды японская кухня известна сезонностью питания качеством ингредиентов и подачей блюд основой японской кухни являются рис и морепродукты рис используют для приготовления самых разнообразных блюд соусов и даже напитков последнее время японская кухня довольно популярна широко за пределами японии особое значение имеет чайная церемония формирование чайной церемонии как одного из величайших явлений японской культуры возникла под влиянием эстетики и философии дзен-буддизма и стремилась противопоставить настроению безысходности и поклонения красоте оригами древнее искусство складывание фигурок из бумаги самая известная фигурка оригами это журавль умение складывать бумажный фонарик и фигурки из бумаги стало признаком хорошего тона и изысканных манер у японцев особенно трепетное отношение к природе они способны восторгаться казалось бы обычным явлением природы стараются приблизиться к естественной красоте древних времен живет традиция по созданию природы в миниатюре создание крошечного сада при доме и кибана популярное японское искусство составление композиций из живых или засушенных растений каждый овец или цветок имеют определенное значение сакура для японцев не просто дерево цветение сакуры национальный праздник синоптики составляют прогнозы сроков светения сакуры в японии весна наступает только тогда когда вся страна раскрашивается в белорозовый цвет японский праздник красоты и гармонии отмечают в день двух девяток 9 сентября по всей стране проводится феерические цветочные шоу для японцев хризантема не просто красивый цветок вот уже много веков это хрупкое творение природы является символом императорского дома япония способна удивить и современными творениями человека надеюсь что вас заинтересовала удивительная страна япония и вам захотелось больше узнать о ее самобытности на этом наш урок окончен всего вам доброго